Артем Александрович, какие, по вашему мнению, ваши основные конкуренты на предстоящих выборах мэра? Вот есть у нас уже, Татьяна Домбровская заявила о своих желаниях идти в мэры, Юрий Грантуров, Александр Сенкевич. Кого вы видите основным конкурентом? Конкурентов. Я вообще не воспринимаю, наверное, оппонентов, правильно говорить, на выборах и в политике. Но я не воспринимаю их конкурентами, потому что мы все жители Николаева, и мы хотим каждый как-то по-своему что-то сделать. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы все те, кто будут баллотироваться на пост Николаевского городского головы, в первую очередь думали о городе, о людях, о избирателях и о тех делах, которые они потом будут воплощать в жизни, если люди доверят им право представлять их в том же городском совете, либо быть мэром. Поэтому для меня нет здесь конкурентов, я вообще не воспринимаю так тех, кто выступает на политической арене города Николаева. А вот когда у нас приезжал президент недавно, Татьяну Домбровскую официально представили как кандидата от «Слуги народа». И вот в своем выступлении она заявила, что политическая партия, оппозиционная платформа «За жизнь» – это партия, которая собирается вернуть страну в Советский Союз. Как могли бы отреагировать на такое заявление? Ну, начнем с того, что официальное выдвижение будет у нас с 15 сентября, с 15 по 24. Вот за этот период все партии будут выдвигать кандидатов и в мэры, и в городские советы, областные, районные, ОТГ. До этого времени у нас нет официальных кандидатов, а есть, возможно, претенденты от партии. Что касается самого высказывания, ну, я думаю, что партия «Слуга народа», которая сегодня повышает цены на газ, которая ставит мизерные зарплаты, мизерные пенсии, продает за внешние кредиты нам нашу страну, отдает землю, то эта партия точно нас тащит, наверное, не то что в какие-то древнебытные часы, а во времена, когда популизм и в какой-то мере авторитаризм, который сегодня пропагандирует «Слуга народа», он приводит к печальным последствиям. Мы уже не раз проходили историю, когда такое пренебрежительное отношение к народу приводило не просто к революциям, а к печальным, реальным последствиям. Мне бы очень не хотелось, чтобы молодые политики, которые сегодня летают на зонтиках, либо прыгают на сценах, как зайчики перед камерами, задумались о том, что им в первую очередь надо работать. А работа с людьми, работа на земле – это не красоваться с президентом на сцене. Это намного сложнее. Это не всегда приятно, не всегда публичная жизнь тебе, это красочная жизнь. Это тяжелый труд и тяжелая ноша. Если ты к этому готов, иди во дворы, спускайся в подвалы, залезай на крыши, посмотри, чем живет наш город внизу, там, где кипит жизнь, где мы каждый день ходим и оббиваем ноги об этой дороге убитой. Вот тогда можем поговорить, какая политическая сила, куда и зачем ведет. Я как выступал, так и выступаю за то, чтобы в городе Николаево было меньше политики и больше объединения людей, которые готовы отстаивать интересы горожан. К сожалению, на всеукраинском уровне мы видим, что идет полностью такая политизация, и все будет зависеть от партии. То есть политические лидеры делают все, чтобы было как можно меньше возможностей просто у людей двигаться самостоятельно в ту же власть. Даже отмена самовыдвижений, не то что, говоря уже о Верховной Раде, но и в местные советы. Я считаю, что это плохо. Вот смотрите, у нас три новых народных депутата от города Николаево. Это как в анекдоте про Суслика. Ты Суслика видишь? Нет. И я нет, а он есть. Вот это новые народные депутаты. И я помню свои туфли, стоптанные до дыр, когда я общаюсь с людьми. До сих пор иногда хожу по улице, вы же наш депутат. Люди даже не знают, что год уже прошли выбор. А это все приводит, это летание на зонтиках и прыгание на одной ножке. Шоу-бизнес заменил, к сожалению, реальные дела. Это плохо. И финальный вопрос. Сегодня мы присутствуем на мероприятии, где будут обсуждать вопрос проблемы трудовых резервов. Вот вы как политик, как человек, который собирается идти в мэры, как видите решение этого вопроса? Тут, знаете, как трудовые резервы, это определенный, наверное, якорь, с чего все начинается. И Леонид Павлович, в данном случае Леонид Павлович Клименко, как человек, который знает, как создать, как строить, как развивать такой вот университет и объекты, которые находятся в таком заброшенном состоянии, он дает сегодня толчок. К сожалению, это не мэр и не губернатор, который должен это делать. Но, слава богу, что мы здесь собрались и будем рассматривать такие важные вопросы. Но это комплекс. Искра, шахматный клуб, трудовые резервы, спорткомплекс «Заря» – это все, что находится в упадке. И городская власть вместе с областной властью, вместо того, чтобы перестелать по 200 раз плиткой, менять металлопластиковые окна и металлопластиковые окна, и сейчас стеклить за 2,5 миллиона областной совет, должна заниматься такими объектами. Дети, а это тысячи детей, должны находиться в хороших современных условиях. Вкратце, я за комплексный, полноценный подход к решению таких проблем. С нуля до сдачи объекта под ключ. Не латание дыр. Это вкратце. Но они должны функционировать, и дети должны находиться в современных условиях. Ну, просто нужно его передать, не знаю, оставить его в университете, передать области, дать городу, много уже желающих забрать его себе. Я как человек такой, который, как хозяйственник, знаете, в душе, я бы все домой тащу. Поэтому я хотел бы, чтобы все было, как можно больше всего было в городе, как больше у нас было возможности это все делать, и как можно больше давать возможности развиваться горожанам, людям и детям здесь в том числе. Поэтому я за то, чтобы было все дома. Ну и за хорошее сотрудничество. Если, например, бизнес, либо ЧДУ готовы вкладывать деньги, развивать, и это находится на территории города, то я, конечно, за сотрудничество и за поиск компромиссных решений на благо горожан и города.